МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Время собирать урожай. Уборочная кампания медленно, но набирает обороты. Пополнение бюджета, стабильность экономики и общества. Сотрудники налоговой службы сегодня отмечают профессиональный праздник. Серебром по стеклу. Наши корреспонденты узнали о секретах создания амбротипов. Подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Дождливая погода, установившаяся на этой неделе на большей части территории Гомельской области, внесла коррективы в ход полевых работ. Значительную часть трудового дня комбайнеры проводили на мехдворах. Выражение у природы «нет плохой погоды» в данном случае оказалось не совсем уместным. Лето 2019. Сначала затяжная засуха в ожидании дождя, а после продолжительные осадки и сильный ветер. Погода и урожай. Чем могут обернуться для отрасли капризы природы? И как закончить сезон с минимальными убытками? Об этом в репортаже моих коллег. Говорить о полном прекращении работ на полях из-за непогоды все-таки не приходится. Более чем на 80% пассивных площадей области убран рапс. Из-за длительного засушливого периода в 2019 к уборке озимого рапса приступили на неделю раньше, чем в прошлом году. Правда, урожайность культуры по сравнению с другими областями не очень высокая. Чуть более 10 центнеров с гектара. Однако и в прошлом году этот показатель не сильно отличался. Впрочем, в отдельных регионах он значительно выше. Рейтинг по урожайности возглавляют Житковичские и Наравлянские районы, где с каждого гектара собрались выше 17 центнеров. Одновременно с рапсом хозяйства региона начали уборку зерновых. В период между дождями успели намолотить около 50 тысяч тонн. Наиболее активно работы ведутся в южной зоне области. Там убираются в основном пшеницы, в первую очередь. Уже около 11% пшеницы убрана. Затем идет рожь, критикали, после этого остальные культуры. Зерно, которое созрело, оно осыпается. Вот в этом большая проблема. Плюс дожди идут с ветрами, с порывистыми ветрами. Соответственно, наблюдается полегание площадей зерновых. То тоже нет, отрицательно воздействует на уборку. В агрокомбинате Южный начать уборочную решили в соответствии с народными традициями и поведением праздника зажинки. Реализовать запланированное помешал дождь. Практически с середины недели комбены оставались на мехдворе. Механизаторы такому вынужденному отдыху явно не обрадовались. От объемов намолоченного зависит их зарплата. Проводить какие-то ремонтные работы тоже нет необходимости. К уборочной в хозяйстве готовились серьезно. Техника готова у нас на 100%. Вся отечественного производства погода подвела немножко. Но я думаю, справимся. И для уборочной кампании нам нужно хотя бы где-то недельки-три. Пока средняя урожайность зерновых на Гомельщине около 23 центнеров с гектара. Не слишком много, хотя и больше, чем было на это время в прошлом году. В некоторых районах намолачивают и по 27 центнеров. В некоторых пока значительно меньше. Каким будет конечный результат, не прогнозирует никто. Кроме того, продолжительная жара, похоже, не самым лучшим образом отразится на урожайности овощей и картофеля. В некоторые периоды его рост вообще практически прекращался. Овощи тоже напряженная ситуация, поскольку овощи требуют полива. И большое количество осадков – это хорошо. Но жара и засуха – это негативно. Соответственно, развитие их тоже было приторможено. Как и картофеля, в принципе. Поскольку картофель – это культура, которая любит умеренные температуры. И при температурах больше 25 градусов приостанавливается его развитие. А после, может, к 30 градусам вообще не образуется корнеплод. В сельскохозяйственном производственном кооперативе 50 лет октября нынешнее состояние погоды характеризует, пожалуй, наиболее объективным. Влаги нет и погоды нет. Дело в том, что проходящие дожди не насыщают землю достаточным количеством влаги, но в то же время не позволяют выйти на поля комбайном. Солнечные дни становятся главным желанием аграриев. Надо такая ситуация, чтобы влага появилась, интенсивный дождь, чтобы влага хотя бы появилась на глубине хотя бы 20 сантиметров, и установилась погода. И мы очень организованно завершим уборку. Потому что в настоящее время у нас 30 процентов, это высший процент в районе. Вот комбайнов достаточно, комбайны работают надежно, механизаторы тоже работают надежно. Впрочем, полностью остановить работу в хозяйствах не может даже дождливая погода. Поля, где еще недавно рос РАПС, начали готовить к озимому севу. Его проведут где-то в начале сентября. Это достаточно большие площади. В целом по области без малого 50 тысяч гектаров. Еще одна задача – заготовка кормов. Здесь можно вспомнить семинар, который прошел на Гомельщине еще в начале мая. Тогда участникам показали заготовку кормов из озимых зерновых и крестоцветных культур, посеянных полостным способом. Его суть в том, что на одном поле одновременно выращиваются различные культуры. В данном случае демонстрировали сурепицу и рожь. Хороший урожай и такое сочетание дает даже на песчаных почвах. Но, что еще более важно, свежие корма можно получить при любой погоде. Кроме того, по словам ученых, их применение позволяет на 20% увеличить надои и способствует укреплению здоровья животных. Нельзя сказать, что для Беларуси это ноу-хау. Однако в нашем регионе такие технологии широкого распространения пока еще не получили. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Капанько. Новости недели. Сегодня у работников налоговых органов страны профессиональный праздник. Традиционно он отмечается во второе воскресенье июля. В последние годы особенно заметно в своей работе ведомство смещает акценты с фискальной или контрольной части функции на взаимодействие с плательщиком. Старается стать его партнером в исполнении обязанностей по уплате налогов. Как результат, из года в год доля платежей, поступивших в добровольном порядке, растет. Сегодня это 97%. О развитии налоговой службы в регионе. Наше большое воскресное интервью с начальником областной инспекции Владимиром Дивойном. С начала года в стране работает новый налоговый кодекс. Какие значимые изменения он привнес в жизнь белорусов? Если вратце сказать о физических лицах, это основные изменения произошли. По предоставлению физическим лицам право предоставлять свои налоговые декларации по подоходному налогу, уведомления по заявительному принципу, получение административных процедур в любом налоговом органе. То есть экстерриториальный принцип. Сегодня не надо обращаться в налоговую инспекцию по месту своей регистрации. Также по физическим лицам были продлены сроки представления налоговой декларации по подоходному налогу с 1 марта до 31 марта и уплаты налога с 15 мая до 1 июня. Это вот основные такие. Конечно, происходили изменения в отношении других субъектов хозяйства. Все это дополнительные шаги государства в деле совершенствования системы исчисления и взимания налогов? Совершенно правильно. И вот если мы только что коснулись физических лиц, то для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц, основное это ясность, доступность налогового законодательства и, конечно же, это снижение налоговой нагрузки на бизнес. Вот по юридическим лицам это уход от 10-кратных увеличения ставок имущественных платежей налога на недвижимость, на землю, по неэффективно использованному имуществу. Оно ушло, как я говорю, уже в историю. Это уход от 10-кратного увеличения ставок налога на землю по самовольно занятым земельным участкам, неэффективно использованным земельным участкам, своевременно невозвращенным земельным участкам. Конечно, это уход от двукратной величины налога на недвижимость по несовременно завершенному строительству. И, конечно же, это уменьшение ставок имущественных платежей с 2020 года с коэффициента 2,5 до коэффициента 2. Доступность налогового законодательства, да и самой налоговой службы, все ли в этом плане удается здесь на Гомельщине? Какие задачи ставятся перед своей командой? Налоговая служба – это служба, открытая для взаимодействия. В принципе, вот те серьезные изменения, которые в последнее время произошли в работе налоговых инспекций по созданию методов налогового администрирования, по налоговому контролю, по развитию электронного взаимодействия с платежчиками, по снижению уровня вмешательства в ведение бизнеса и по усовершенствованию форм обслуживания – это все дало положительный эффект, скажем так, для увеличения добровольности платежей в бюджет. Налоговая система становится клиентоориентированной системой. И, как пример, с 1 июня 2016 года была внедрена в нашей стране, в налоговой инспекциях, такая информационная система, как учет счетов фактур, что позволило прежде всего самим налогоплательщикам проводить свой внутренний контроль за правильностью исчисления платежей в бюджет, ну и, конечно же, налоговым органам позволило контролировать, насколько правильно исчисляют налоговые платежи без выхода на проверку, то есть в удаленном доступе. И если налоговый инспектор видит, что где-то что-то не складывается, видит какие-то ошибки, допущенные платежчикам, ему направляются уведомления, не начинается никакая проверка. И вот как результат, более 2000 уведомлений уже в этом 2019 году направлено платежикам. Более 1900 уведомлений получены положительные ответы. Налогоплательщиками уточнены свои налоговые обязательства. И это больше, чем 13 миллионов поступлений платежей в бюджет. И что здесь самое главное хочу отметить, это позволило налоговой инспекции не проводить проверку и позволило избежать 40-процентной административной ответственности от предъявленных сумм платежей в бюджет. А 13 миллионов 40% это те денежные средства, которые остались в распоряжении предприятий. Сегодня же, конечно, хочу обратить внимание на создание комфортных условий для любого платежчика, будь то это юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Это центры обслуживания платежчиков. У нас их на Гомещине три. Это Жлобин, это Мозырь, это налоговая инспекция по железнодорожному району города Гомеля. Созданы все условия для того, чтобы платежщик мог прийти и в комфортных условиях выполнить свое налоговое обязательство. Представить декларацию, получить какую-то дополнительную консультацию, информацию. И это все сделано для того, чтобы мы могли в большей степени пополнять государственный бюджет. Владимир Васильевич, а как чувствуете, все ли сегодня до конца понимают, на что идут эти самые налоговые отчисления? Я думаю, что в принципе любой налогоплательщик, любой гражданин Республики Беларусь на себе ощущает действительно направленность бюджетных расходов. Это и социальная сфера, это, конечно же, и инвестиционный климат. Если мы даже будем вкладывать сегодня в здравоохранение, мы с вами четко должны понимать, что лечится человек или получает услугу человек, который потом будет стоять за станком, который потом будет производить национальный продукт. Что, по-вашему, по-прежнему являются болевыми точками отрасли? Это 11,7 миллионов рублей за должность по платежам бюджет. На 1 июня она сложилась от 1244 платежщиков. Здесь небольшое количество индивидуальных предпринимателей, немножко больше юридических лиц, физические лица. Вот четкое исполнение, своевременное в полном объеме исполнение налоговых обязательств, вот, наверное, было бы правильно назвать вот это болевой точкой. Но это проблема решаема, это проблема... То, с чем работает сегодня. Да, это проблема, с которой мы работаем. И не только мы работаем с этой проблемой, с этой работой проблема работает и сам налогоплательщик. Потому что он заинтересован иметь право свободно распоряжаться своими денежными средствами. Если возникает задолженность, налоговый орган в определенном порядке, или через 10 рабочих дней, или через 5 рабочих дней, приснавят операции по счетам. Поэтому здесь прямая заинтересованность, как и граждан, чтобы не подали на взыскание в органы принудительного исполнения наказания, так и юридических лиц предпринимателей, уплатить платежи в полном объеме своевременно. За вами большая команда. Что пожелаете в профессиональный праздник своим коллегам? Ну, в канун своего профессионального праздника все-таки хочется еще раз подчеркнуть важность государственного бюджета и вот здесь отметить тех людей, которые в своей деятельности направлены на исполнение своих налоговых обязательств. Прежде всего, это налогоплательщики, ну и, конечно же, коли профессиональный праздник, это на работников налоговых органов. За 29-летний период существования налоговой службы в независимом государстве Республики Беларусь вот труд наших налоговых инспекторов Гомельщины семь раз был отмечен государственной наградой. Это медаль за трудовые заслуги. Три должностных лица уже находятся на заслуженном отдыхе. 44 сотрудника были отмечены высшей наградой нашей налоговой системы. Это нагрудным знаком выдатник податковой службы. В профессиональный праздник, конечно же, хочу пожелать всем дальнейших успехов профессиональной деятельности в личной жизни. Конечно же, крепкого здоровья, неустанных творческих поисков, не останавливаться, развиваться дальше. Пусть наша профессиональная деятельность приносит чувство полной самореализации, внутренней гармонии и комфорта. С праздником, дорогие коллеги! С праздником, Владимир Васильевич! Успехов в делах и до встречи в эфире! Спасибо за интервью! Профессиональный праздник – хороший повод собраться вместе, обсудить достижения и уточнить планы. Сотрудники областной инспекции подвели итоги работы в этом году на торжественном собрании. Об этом и других событиях недели подробнее в обзоре от службы информации. На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. В частности, в торжественной обстановке во Дворце Независимости погоны генерал-майора юстиции получил начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Паско. Погоны генерал-майора милиции вручены начальнику управления внутренних дел Гомельского область полкома Александру Васильеву. Во Дворце Независимости чествовали и выпускников, окончивших военные учебные заведения с отличными показателями в учебе. Глава государства вручил им специальные листы об объявлении благодарности президента Беларуси. Сегодня налоговая система Беларуси отмечает свое 29-летие. Накануне профессионального праздника результаты работы в этом году подвели сотрудники областной налоговой инспекции. В налоговых органах нашей области работают около 740 человек. 80% из них – женщины. Об эффективности их деятельности можно судить по тому факту, что в регионе выполняются все запланированные показатели. В консолидированный бюджет области с начала года перечислен 1,3 млрд рублей. Доходную часть формирует более 19 тысяч состоящих на налоговом учете юридических лиц, 28 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 439 тысяч физических лиц. Движение по новому автомобильному мосту через реку Сош в Гомельском районе планируется открыть 7 ноября. Массивная конструкция протяженностью 520 метров располагается на автомагистрали М8. Напомним, строительство началось в ноябре прошлого года. Сейчас работа идет в круглосуточном режиме. Новый мост полностью металлический. Необычным будет и цветовое решение. Он станет первым в регионе в сине-бирюзовых тонах. Представительство центра карта гостя открылось в Гомеле. Оно расположилось на базе предприятия «Гомель Облтурист». Держателю карты гостя предоставляется право на льготы и преференции при посещении музеев, развлекательных центров, объектов питания и торговли, гостиниц, а также многое другое. При покупке турпродукта «Карта гостя» владелец получает единую электронную карту, бумажный путеводитель и возможность использовать электронное приложение на английском и русском языках. Под Гомелем завершился международный слет юных спасателей. Форум проходил в 17-й раз. В этом году в нем принимали участие представители 14 стран, среди которых Россия, Украина, Польша, Германия, Латвия и Армения. Впервые на соревнования приехала команда из Объединенных Арабских Эмиратов. В течение недели более 100 юношей и девушек соревновались в спортивных и творческих конкурсах, интеллектуальных играх. По итогам всех соревнований третье место досталось команде Азербайджана, второе у юных спасателей из Латвии, победа у белорусов, команды Могилевской области. Люди, которые умеют одним пойманным мгновением передать весь спектр эмоций, заставить плакать, смеяться или поверить в себя. 12 июля фотографы всего мира отметили свой профессиональный праздник. Сегодня фотографом в узком смысле слова может назвать себя практически каждый, у кого в телефоне есть камера. Но для профессионалов фотодело даже не ремесло, это целое таинство. С фотогурманом, единственным в Гомельской области создателем амбротипов, стеклянных негативов, познакомилась Наталья Каприленко. Попадая в этот дом в поселке Чонки, сразу понимаешь, здесь обитает фотограф. Быть может, чисто на интуитивном уровне, пусть и очень качественные, но цифровые снимки фотограф открывает сразу, на показ. Творчество, которое действительно очень интимно, где душа наизнанку и каждый штрих на кадре сделан собственной непрофессиональной рукой, спрятано от любопытных глаз посторонних людей. Вячеслав Бахметов – экономист по профессии, фотография – хобби. Он – фотогурман, единственный в Гомельской области и один из шести авторов в Беларуси, работающий в технике амбротипия. Это технология одного из самых ранних фотографических процессов, которому около 170 лет. Это вообще негатив, получаемый на стекле. То есть здесь наносится светочительный слой. Ну, я потом покажу, да, то есть, да, пожалуйста. То есть если снять это все, да, то она на свет будет прозрачная. Немножко здесь делаю кощунство. Меня ругает мой... Это сын, да? Это мой сын. Да, ну вот, можете посмотреть на меня, вот она прозрачная. То есть если она темная ложа, что она это самое... Этот способ был придуман для того, чтобы получать с этого отпечатки. Стеклянный негатив. Да, который можно многократно использовать для печати фотографий. А это просто бархат, это самый темный материал, который вообще есть. По сути, прозрачный стеклянный негатив превращается в позитив на темном фоне. Если кто-то посчитает, что это своего рода фотоиллюзия, то сейчас последует разоблачение. Вячеслав Бахметов держит интригу. Он приглашает нас, так сказать, за кулисы в домашнюю фотолабораторию. Вот это серебряная ванна. Здесь раствор нитрата серебра. Вот это кассета, в которую мы положим будущую фотографию. Наливается колодей. Данную пластинку я опускаю в раствор нитрата серебра. И где она в течение 4-5 минут, она отчисляется раствором нитрата серебра. И тогда получается тот светочительный слой, светоматериал, на котором мы будем потом фотографировать. Теперь есть несколько минут, чтобы сфокусироваться и сделать снимок. Значит, я кассету вставил, со стеклом вставил фотоаппарат, закрыл объектив. Сейчас я выдвину холдер, задвижечка между... И потом... Так, сейчас... Раз, два, и... В комнате с красным фонарем изображение проявляется. Рождается уникальный снимок. Он прекрасен своей несовершенностью. Получилось, но не вижу резко, не резко. В принципе, уже можно даже включить свет. Теперь понятно. Воссоздавать подобный процесс и работать в этой технике может настоящий энтузиаст. Старые фотографы, которые до сих пор еще, ну, допустим, тоже мы общаемся, они когда-то это все делали, но как-то... Ну, к этому возвращаться, естественно, никто не хочет как-то так. Потому что, может быть, как там кто-то рассказывал, уже так этой химией надышался в свое время, напечатался, что уже просто вот, да, пользуется технологией современного. Для меня главное – это отпечаток. Поэтому я нашел для себя в этом удовольствие, во-первых, от процесса, а во-вторых, получить тот вот уникальный отпечаток, который вот реально я хочу повесить на стенку, допустим, или показать на выставке. Разглядывая семейную коллекцию портретов конца 19-го, начала 20-го веков, понимаешь, что вдохновляет автора единственных в Гомельской области амбротипов экспериментировать и совершенствовать технику альтернативной фотографии. Сегодня Вячеслав Бахметов мечтает организовать передвижную фотолабораторию для создания своих стеклянных работ. Пока его главные музы и модели – супруга Ольга, сын Иван и дочь Марьяна в обстановке любимого уютного дома. Наталья Каприленко, Евгений Макеенко. Новости недели. Главные культурные события белорусского лета – «Славянский базар» в Витебске принимает гостей. В торжественном открытии фестиваля приняли участие Валерий Леонтьев, Тамара Гверцете, Листас Михайлов, Таисия Повалей, Руслана Лехно и многие другие. Гран-при детского песенного конкурса получила гомельчанка Ксения Галецкая, ведущая программы «Классный час» на нашем телеканале. Кто победит среди взрослых исполнителей, узнаем уже завтра. Тем временем гомельские театры завершают текущий сезон новыми постановками. С премьерными спектаклями вас познакомит Анна Корольчук. За звание победителя детского музыкального конкурса «Витебск-2019» соревновались юные таланты из 21 страны мира. Конкурсанты исполняли песню на родном языке и мировой хит. Для выступлений Ксения выбрала композиции «Храй» и «Бэк ин де Юэсэсэсар» из репертуара «The Beatles», чем покорила жюри во главе со шведским певцом Боссоном. «Золотую лиру» Ксения Галецкая получила на сцене летнего амфитеатра из рук президента Республики Беларусь во время торжественного открытия 28-го славянского базара в Витебске. Что делать, когда ты запутался в жизни? В голове множество вопросов, и ты не знаешь, где искать на них ответ. Наверное, стоит сделать паузу и отправиться туда, где все начиналось, туда, где прошло твое детство. Так и поступила Лена, героиня новой постановки областного драматического театра «Рыба моей мечты». Там она разговаривает со своей мамой, друзьями и первым возлюбленным. Тогда-то девушка и понимает, что главное в жизни – любовь, и именно она движет человеком. Режиссер постановки Даниил Филиппович характеризует жанр нового спектакля как безудержное веселье, переходящее в слезы и обратно. Зрители ожидают как минималистичные мизансцены, так и дикие танцы. В спектакле нет декораций, только открытая сцена, которая не прячет ни переодевания, ни светового оборудования. Актеры примеряют на своих персонажей различные маски. В музыкальном оформлении сочетается современная классическая музыка, а главную роль исполняют сразу две актрисы. Гомельский городской молодежный театр приглашает всех на спектакль с провокационным названием «Урод» по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Он предлагает поразмышлять о проблемах современного общества, в котором царит культ плакатной красоты и успешности, а человек иногда становится товаром. Главный герой сатирической комедии – талантливый инженер-электрик Летте. Вдруг понимает, что он невероятно уродлив. Накануне конгресса ему об этом сказал шеф. Позже подтвердила жена. Мужчина обращается к пластическому хирургу. Помогло ли ему это? Узнаете в конце постановки. Если же вы не любитель театральных постановок, то на следующей неделе рекомендую отправиться в кинотеатры. 18 июля в регионе в прокат выходят три премьерные ленты. Сюжет «Картины мертвые не умирают» поднимает излюбленную многими тему зомби-апокалипсиса. Жители американского городка узнают по радио о том, что миру грозит конец света. Разобраться с этим должны местные полицейские в исполнении Билла Мюррея и Адама Драйвера. Продолжая тему ужасов, но уже без комедийного подтекста немецкий фильм «Обитель тьмы». Пять молодых блогеров проникают на территорию старой больницы, чтобы снять ролик для своего канала. Казалось, что здание заброшено, но скоро они понимают, что в этом страшном месте есть кто-то еще. Самая долгожданная и трогательная премьера недели – ремейк мультфильма «Король лев». История об отважном львенке Симби известна уже многим. А вот увидеть, как американские кинематографисты совместили реалистичные документальные кадры с анимацией, можно на следующей неделе. Современные технологии обещают показать удивительный мир африканской саванны во всей красе. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Валерий Гопанько. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...